нормально так нормально так придумал дайте подсвечу что-то делаешь машине будешь сидеть узнаете и и завязываю поедешь ну что по кошке узнали где нахожусь первый раз приезжаю на плотник 1 на безлимит и давай привет подписчикам канала отличное место в этом году здесь в первый раз наверно весной не помню был не был даже но могу сказать точно что на спиннинг на безлимите мы здесь не ловили с лёхой лёха гоняет котов кошку наш гарантированную рыбалку да сегодня будет рыба однозначно ну все она там сейчас мои на спиннинге что полезет друзья всем доброе утро добрая с вами алексей и денис мы сегодня приехали в рыбалка гарантия которая находится в лыдкарина безлимит здесь стоит 4000 рублей разрешено в будние дни две снасти мы по одному сплитшоту поставим на стрич силикон и на все остальное будем ловить кстати рыбу гуляет уже короче разбираемся приступаем к рыбалке посмотрим какой здесь безлимит мы на спине здесь будем ловить впервые обычно все на випе да на випе все вам расскажем покажем надеюсь рыба будет здесь сейчас рыбалка стоит вот такой вот выдаем он здесь буквы п 2 залива когда много народу в двух заливах зарубляют когда мало вот зарубление вот здесь происходит поэтому не отходя от кассы прям тут и встали короче забросим сплитшот вода вообще кристально чистая здесь водоем карьерного типа вырытый вода вода просто я ну потрясает вообще тут видимость фантастическая короче говоря вот рыба сейчас клевучая в целом по отчетам она клюет размер нарезки неплохой от кила и выше короче привязываем два сплитшота с лёхой потому что здесь будние дни разрешено использовать две снасти но у нас безлимит надо 4 рубля ты как-то облавливать от отрабатывать короче я сделал поводок здесь небольшая глубина в туши зимой со льда ловил здесь наверно метра под 2 поэтому сделал поводок сантиметров 50 то есть у меня будет вот на дне лежать грузика вот червяк он будет короче плавать последний раз на сплитшот ловил окуней лет семь назад ребят ночью первая поклевка на сплитшот только поставил светает уже короче два раза дернула да 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 ну чё ждать или тащить что попробовать а если мимо же безлимит тут нельзя мимо не по моему там ничего не было сам вот так вот еще темно за поставлю свету накопительный боксер первые полчаса рыбалки пока еще темно можно такую на заряжу у нас будет сиять по совету гуля на скалу можно прогуляться очень много горит рыба вот утром нетронутый вдоль берега стоит можно горит попробовать ее поймать пока народу никого нету не знаю сегодня будни день еще кто-то приед кроме нас или нет но под нас равно рыбу запустят потому что безлимит рыба уже плескалась уже всплеска 3 видел непонятно в каких она горизонтах но сейчас вот заливчики право и вот в этом значит забрасываю у меня относительно легкой башки но 0 4 грамма это оптимально начинать вот а дальше уже смотреть как рыба клюет и проводка боксера многие спрашивали то есть я веду его неспешно медленной медленной равномеркой и делаю такие плавные покачивания сейчас холодной воде какие-то резкие амплитуды вряд ли будут нужны под пассивную рыбу мы просто стелим этого червячка и даем ему небольшую игру такими покачиваниями ведем медленно равномерный и покачиваем держим в горизонте соответственно с контролем на можно делать паузу чтобы он упал на дно леска провисла и начали опять вот так вот медленно плавно вести и покачиваем это наверное самый оптимальный вариант проводки он такой же подходит и для мирикса он такой же подходит и для боксера и для боксера фэд разница только в размере шумер x маленький что мир из большой что боксер обычный семидесятый что боксер фэд здесь мы просто по предпочтению рыбы рыбы смотрим иногда она любит объемную приманку иногда она любит маленькую приманку там прикусывает когда вода более теплая и рыба верхнем горизонте тогда проводку можно делать более активную даже переходя в такой в агрессивный твич он опять рыба плесканулась включение что она гуляет поверх раннее утро только-только начало светать сейчас посмотрим пройдусь по водоему народ прибывает все едва на вид смайл рыба нет нет плечится всплесков 5 видел попробовал две приманки на поклевок нет здесь такая более ответственная бровочка нам только еще ливня не хватало это на рыбу плывет рыба плывет и походу ничего не надо этой рыбы вдоль берега прошла сверху какая-то контуженная клюющая да там тучи такая прилично идет здесь хорошо если такие навески можно еще так встал и как бы пофигу дождик если он конечно не горизонтальный так ну что тут рыба плескалась хмурнело потемнело стало просто темнота рыбка так есть пока поклевок нет сейчас такую конечно пасмурную погоду надо какую-то яркую на приманку ловить ну в общем пока я гулял в дождь у меня там клюнуло да лёха тащить на сплитшот на мой ну нифига бегать денис андреич желтый роял юм-юм как бы сработал все съела желтого червячка я понял ну давай и чё кто поймал главное поймал главное сейчас достать приманку хороший батон друзья сделала она целиком и желтый желтый роял имел сплитшот пока я гулял там по водоему полметра от 1 дождь пошел вообще не в тему конечно вот и червяк наш друзья тушь и ну такая тела под 2 наверное рыбина пошел ливень какой-то прям вообще не в тему я вас поздравляю я забросил ты вытесел но вот такой минус друзья в этом сплитшоте что далеко от него не отойдет потому что когда происходит поклевка надо быть всегда на чеку там все обложила друзья ничего синоптики не обещали абсолютно ничего сейчас открываю прогноз погоды написано до 10 дождь а потом типа даже солнце выглядит вот но пока не менее на ближайший час такая погода хорошо есть здесь такие навесики вот я сижу здесь смотрю на сплитшот пошел по водоему погулять как всегда только отойдешь сразу клюнула из-под противоположной бровки я под нее кинул стащил грузик пола и вдоль бровки считайте червяк плавал там 50 сантиметров от 1 она его нашла и туда прям съела но чем удобно безбородые крючки почему их использую она заглатывает обычно сплитшот на стоячку достаточно хорошо и безбородый крючок очень удобно даже если он там в глубине просто вот такого вытащил и все продолжаем ловить пока в ливе не хочу ловить посижу понаблюдая за сплитшотом друзья я вам хотел вот про перчатки рассказать лет такой тонкий но теплый материал вот я обычно вот такие вот надеваю чтобы ладонь грелась если пальцы замерзают чтобы можно было ловить на спиннинг я вот такие любви ски используя они отлично держат тепло можно забрасывать что здесь достаточно такие не гладкие не ворсистые и руки в тепле и отогреть нормально вот в принципе для небольших температур ну то есть для небольшого минусы там до минус трех пяти нормально он сейчас снег пошел уже оттас вообще погодка поэтому посидеть вот так все они даже налазит он сразу прям начали греть чисто вот согреть руки и возможность работать со спиннингом сочи имейте ввиду конечно не дешево но зато очень качественно я вот используют сапоги у меня без вставок они это 8 фан сапоги там специальный материал такой чтобы не использовать все вот эти вставки да не чуть потяжелее но они зато и повыше вот и одеваю туда термо носок лет уже который год им пользуюсь какие именно сейчас покажу расскажу все увидеть ничего такими термо носками пользуюсь уже несколько лет модель называется адамэла она на сайте лиода есть итальянские нога не потеет очень тепло с учетом что они сами по себе не не толстые при этом ключевой момент не воняют это вот новые чтоб вы понимали старые у меня вот они и собственно надел это короткие это длинные уже чулки вот за несколько лет они даже сильно не произносились плюсы что не шибко толсто но при этом держит офигительное тепло ноги не мерзнут вообще в целом в данных носках если но активно перемещаться я до минус 30 наверно ловлю спокойно если стоять особо не двигаться то я их использую где-то до минус пяти минус семи но я обычно хожу всегда на рыбалке спиннинговая рыбалка это ходовая поэтому я ее от нуля начиная и там до минус 20 пожалуйста можно спокойно ходить вот такие классные термо носки такая погодка ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля и все мокрое мокрое здесь вот минус конечно один есть то что здесь берега глина после этого дождя теперь будет грязновато поэтому если сюда соберетесь собой обязательно лучше сапоги берите трекинговых ботинках она такой си так но здесь все строго нам сказали доставайте свои домки да да достаем все как полагается снасти из воды мы сейчас всем доверим нас тут четыре человека сколько там гуль рыба во нифига себе по 5 на брата ну может сразу в садок я шучу они мы сейчас будем по-честному ловить то есть нормально там нормальный батон и такие батон и нормальный оба ну все пошла мастер он там поменьше и сразу как оба вся пойдет жара так надо приманкой ставить рабочие так потихонечку клубе в клубе клубе то она чуть разойдется вот такая активная рыба кстати она прям такая сразу лоп-оп-оп надо чуть-чуть это вешать вешать оранжевый микс опа есть пригляды поймал на оранжевый микс так просто не сдается наш гордый варяг запуск сразу активная рыба на запуске любой может кажется без запуска поймая кстати он за краешек сидел вон она отвалилась сверху на оранжевый микс на легкой башке все процесс пошел нормальный батон такой ну и чё ах ты атаковала пока я тут пытался поймать ребят лёха поймал на эльформ на эльформ на стоячку на доночку алексей сан мои за краешек да да сейчас покажем вот то что мы насаживали вон она сидит молодец там клюет человек а есть свалилась блин на бокс так взяла ё-моё дал и нормально заесть аккуратно очень берет аккуратно и вся со дна опуская на самое дно и медленной проводкой она идет там стучит провожает приманку надо поставить червяка меньшего размера просто сама на бокс так себя ведет но уже на четвертый раз смена резины на поменьше и сразу результат короче сразу заела его семидесятку она слетела да она сюда чуть от парковалась оттуда бокс 170 она бокс торфед одни пустые поклевки вот так вот как красиво сейчас произошло сменил червяка на более мелкого и прям тут же уверенных поклевка она большой она просто его тынь 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 сход 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 а вот семидесятка на той же голове пожалуйста чё лёх тоже тюкало тюкало и села сразу села спортивная ну-ка на что ты там поймал а-а-а ну это танго вор с подтвичиваниями да мой любимый танго вор по дну да ну ближе к дну да красавчик прям на падении ждал когда утонет короче смотрю леска пошла в сторону а я тоже как ты спортивно весь ловлю о да она сюда отошла вот моя она как клюет что она он сразу слетает прям она большой я ловил бокс то она его короче за хвост и зажрать не может поэтому одни сходы были поставил вот маленький и все и она сразу его короче съедает а у меня и тут сидит уже я хотел клёхи и тебя у меня тут этот поклёвка на сплитшот в оттас клёв и там и здесь передаются еще делать а я подошел с мою меня леска провисла думаю дай подмотать я подмотала на меня короче пошло да 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 такая нормально да да она вижу она на меня взяла заглотила опять по самой помидоре на и пойдет и на этот и на то ты достал алексей сам знаешь что мне нравится в этом то что это безлимит я безлимит не знаю смотри с моей сколько рыбы уже поймали ё-моё я не знаю что ты поймал я вот одну только чё ты не мороси давай сплитшот заряжаем по-любому меня на сплитшот уже две рыбы пойманы одну лёха поймал одну я хочу мы уже поймали 8 рыб 3 сейчас отдали на копчение вот туда вот я под дальнюю бровку кидаю если она там будет проходить она там найдет и сожрет ослабил поставил вот давно не ловил минут пять целых вот сейчас туда понял топлю-топлю она короче это нападение опять ума и взял слил рыбу зачем-то погода дурушник ребят снег дождь но форель ловится просто что происходит вообще у нас синоптики ошибаются год не так часто но каждый день просто снег с дождем нормально вообще а там послезавтра передают плюс 9 пока отлучался ребят бобра включил отлично вообще опять на танго варм до танго варм розового цвета ничего не менял сейчас придется идти менять потому что нам не упорвала да друзья время 11 час я могу с уверенностью сказать что норматив мы уже выполнили по безлимит и начинаем его даже превышать уже и рыба реально клюет клюет хорошо видно что в водоеме была подушка и запуск расшевелил рыбу но начала гулять он по всему водоему и поимки сейчас происходит но фактически везде червячков она все не есть с удовольствием сейчас специально поменяла на танго варм лёха лоит хочу тоже поймать уже бледно-розовый цвет хотя проглядывать солнце начало несмотря на то что идет дождь со снегом периодически но сейчас протянула ветром всю эту петрушку здесь вот рыба гуляла плохо есть бровка такая идет поклевка здесь за самый краешек вот не зря и здесь заметил пришел и поймал чем не нравится ловить на безлимитах когда можно походить погулять и поймать рыбу просто сместиться и поймать а по послужит вот такая вот рыбейка вот танго варм уже присуща проводка с легкими подтвичиваниями то что не такой гнутый хвостик который очень хорошо работает на всех вот этих под дергушках ведем равномерка и периодически его поддерживаем чтобы хвостик сыграл ходит она по водоему кстати вообще прям отлично то есть в разных частях водоему можно поймать что определенно говорит о классе водоема о том что здесь ну нету как такового какого-то места точки как это есть на многих безлимитах там супер стал того этапки но бывает всегда по-разному конечно же на сегодня рыба здесь прям все и запустили она пошла 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 и там попадается и тут и сама сейчас так разбрелась и поклевки есть по всему водоему везде чем они службом друг другу кусает забавно так наблюдать как они друг другу там получит ну фига не среагировали вот сегодня погода 33 удовольствие и дождь и град и снег и солнце светит мы как на розового червяка начались пустые поклевки надо менять цвет явно приманки нам напрашивается и мир их короче 50 и ставить ну видно что и хвост нравится очень время уже обедена жена на первый час утром до запуска одна рыба потом запуск достаточно активный клев такой розовый цвет работал бело-красный и сейчас начинает все потихоньку стухать но поклевки есть вблизи дна но она уже начала прям аккуратно прикусывать сейчас пришел взял коробку вернусь в другой залив потому что там у меня было достаточно количество поклевок но все прям тын-тын бросает тын-тын бросает вот такая вот история а в этом заливе где запускали вот она утром прошла поклевала на выходе из него и такое ощущение что сейчас но вот она как-то рассосалась но здесь и не видно принципе где она есть она себя показывает сверху но при этом сверху она не клюет клюет вся близи дна может быть пол воды и ниже вот но в любом случае мы уже норму свою отбили отдали три рыбы на копчение здесь кстати классная копчуха кто если сюда приедет обязательно попробуйте рыбку поймайте закажите прям здесь закоптить гули сделать классную рыбу я в том году в позапрошлом здесь приезжал брал вот безлимит повторюсь мало им здесь первый раз на безлимите обычно все на випе но безлимит вполне нормально мы с легкой поймали уже по пять хвостов и еще по столько же наверное сходов и поклевок можно было поймать уже реально очень много рыбы но объективно в 4000 рублей по цене рыбы 950 рублей килограмм это надо поймать где-то порядка на четырех килограмм наверное четыре с копейками мы поймали 10 рыб они явно все за килограмм там уже килограмм 10 то есть а нам на двоих надо было поймать условно там 9 килограмм чтобы две путевки отбить мы поймали уже больше и как бы ловить продолжаем то есть безлимит себя оправдал и реально шансов поймать гораздо больше еще вот может быть нам сегодня так повезло с клевом не знаю но рыба клевучая бойкая интересные ловить хотя клюет очень аккуратно продолжаем клев чуть совсем затих поклевок нету не на стоячку ничего не происходит ну это объективно нормально чем можно сказать весь запуск уже и выловили все кто на водоеме все поймали по 5 хвостов вот математика просто 4000 безлимит форели стоит 950 рублей килограмм вот если поделить 4000 рублей на 950 рублей получается 4 килограмма 200 грамм чтобы отбить скажем так номер 4000 рублей вот мы брали две путевки на двоих с лёшей соответственно нам надо было поймать ну 8 килограмм 400 грамм там восемь с половиной килограмм мы уже поймали 10 хвостов там рыбы явно есть и крупнее килограмма они все на инот кило и выше там даже наверно подушник 1 есть мы будем считать что грубо говоря у нас там килограмм 12-13 надо было восемь с половиной то есть на 45 килограмм мы уже превысили норму вот что уже радует для безмели безлимита сразу если ты норму выполнил или ушел условно в плюс это уже классно но рыбалка такая непростая да когда рыбу закинули первые часа полтора-два она поклевала и вот сейчас все уже стихло наверно целый час ничего не происходит но мы стараемся то что нет нет единичные поклевки бывают и рыба вот она ходит тут ее видно некоторые плавают но они видимо уже колоты и поэтому брать не хотят но рыбалка в основном силиконовая как говорится наверняк вот на всякие блесны и воблеры мы даже и не пробовали ловить здесь люди покидали но результаты это никакого не дало ну чтож продолжим пока есть время пока у нас коптится рыба половим еще я вот который раз замечаю что здесь что на випе мы уже сегодня это тут с рыболовами обсудили что на безлимите она с утра до 12 поклевывает и потом у нее затухание и все вот отмечают что есть как бы вечерний выход в пробках особо стоять неохота не знаю мы на этого дожидаться не будем все равно пробуем пока соблазнить рыбу она вот гуляет плечится периодически но до атаки дело не доходит прям как будто рот закрыла и все говорил короче поймал я прям на gopro бокстер сегодня прям приманка у меня номер один сейчас я вам покажу на голове вот такой бело-розовый белокрасный розовый цвет опять ничего особо не меняется ни крупная рыбка нож грамм 800 900 новые мученная в обед когда здесь рыба уже обычно не клюет огонь опа иди сюда гарантийная кошечка помнишь ты зимой у меня на коленочках сидела а патрулирует мокрый вся погода такая вообще ужас хорошего и урчит 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 эй красота вот синя топчик вот синя топчик как я и говорил топчик а вот этот топчик и чё ты дерешься я ее добрал шла по тюк 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 я вот так сделал тын тын сразу подсоби хорошая рыба кстати как заказывали в период действия вообще все давай завязываем до япона мать его и хорошего то есть мои слетел свалилась вот какая морда злая седьмая вот они лёха ловит на правильные приманки наш скромный безлимит лов вот уже даже готовы поймали спасибо большое гарантии гули и сыну лёхе за компания приезжайте в рыбалку гарантии ребят здесь можно поймать очень хорошо ну если вы ловите медь конечно друзья вот на такой позитивной ноте мы будем заканчивать сегодняшнюю рыбалку которая я думаю состоялась друг получилось офигенно мы поймали 12 хвостов ловили все на силикон на стреч мы поймали на сплитшот три рыбы и 9 рыб мы поймали в заброс на червяки бокс то лучше всего отработал 70 и танго вы получили несказанное удовольствие офигенный безлимит может нам все не так повезло но когда-то же должно было бы вести короче оторвались сегодня норматив перевыполнили короче рыбалка гарантия топ будете мимо проезжать приезжайте сюда в гости здесь классная рыбалка да и здесь еще друзья очень вкусно делают копченую рыбу так что не забудьте это обалденная вещь кто предпочитает копченую рыбу а я думаю вы все любите копченую рыбу да попробуйте на попробуйте здесь суперская рыба каждый раз как сюда приезжаем ловим утром отдаем вот запуска поймал отдал сколько тебе надо ну и сколько ты поймал соответственно и все дело в шляпе короче г у нас на сегодня все друзья всем спасибо всем пока